Зрители прямой онлайн-трансляции, детский кризисный медиа-центр начинает свою работу. Первый брифинг пройдет Катерина Нажевникова и Дина Казацкая. Тема о ситуации с вывозом луганских детей-сирот обратно в Луганскую область. Можно начать? Здравствуйте, меня зовут Екатерина Нажевникова. Здравствуйте, меня зовут Дина Казацкая. Мы координаторы группы помощи детям-сиротам и временным переселенцам-инвалидам с Востока Украины. Мы занимаемся детьми, о которых идет речь сейчас, с их момента прибытия в Одессу летом. С 10 июня. В общем, хочется сразу сказать, что, наверное, горячей темы, которую любят журналисты, сегодня не будет в свете того, что мы получили много информации за вчерашний вечер и сегодняшнее утро по этому вопросу. Ну, хочется сказать первое, что на самом деле насильно детей никто не выводит. И решение принимается, естественно, не на уровне Одесской областной администрации. Решение принимается на уровне Киева. Мы хотели привлечь внимание к важному вопросу. То есть мы занимаемся этими детками уже полгода. И в свете того, что в стране тяжелая экономическая ситуация, помогаем в силу возможностей. Одесситы очень-очень сильно откликнулись. Мы помогали их и одевать, и кормить, и занимались другими вопросами, психологической помощью. И на сегодняшний день нас очень смущает момент, что детей вывозят за два дня до Нового года. И это с точки зрения, ну, даже... Ну, просто по-человечески, очевидно, это неправильно делать. Они очень тяжело интегрировались сюда, когда их привозили, и было им очень сложно. И огромное количество труда педагогов и администрации положено, и волонтеров в том числе. И на сегодняшний день за два дня до Нового года вывозить их, ну, по крайней мере, это бесчеловечно. И дети, маленькие дети очень хорошо интегрировались в нашу систему. Их вывезли, то есть мотать их как стадо туда-сюда, ну, тоже неправильно. И мы просим Киев в первую очередь обратить внимание на эту ситуацию для того, чтобы они рассмотрели каждый интернат. На сегодняшний день они находятся в шести интернатах нашей области. И там есть дети из разных регионов, ну, из Луганской области, но из разных городов. То есть есть города, которые находятся уже на территории Украины, есть города, есть дети, которые находятся из интернатов, которые еще, к сожалению, находятся на территории неподконтрольной. Детей вывозят в четыре детских дома Луганской области. Сегодня утром мне сказали, что там работают представители Киевской администрации, представители президента. Они смотрят условия, в которых будут находиться дети. Ну, для того, чтобы принять решение, вывозить их сейчас или, возможно, нужно принять решение и все-таки оставить этих детей на какое-то время еще в Одесской области. Наша группа потянула достаточно серьезные средства для того, чтобы создать условия здесь, в Одессе, для этих детей. На сегодняшний день уже в трех интернатах установлены мини-электростанции. То есть дети не останутся без света. Мы сомневаемся, что в Луганской области на сегодняшний день детям смогут обеспечить такие же условия. Вообще, мы не хотим участвовать в каких-то политических вопросах. Мы выступаем здесь только с одной точки зрения. С точки зрения матерей и людей, которые относятся к ним со всей душой, к этим детям. Мы просим государства рассмотреть необходимость срочного вывоза сейчас детей из Одесской области. То есть область делает все для того, чтобы детям здесь жилось хорошо. То есть создаются условия для того, чтобы они здесь находились и росли достойно гражданами нашей страны. Если необходимость вывозить их так скоро, мы думаем, что этой необходимости нет. Но это наше мнение. Возможно, мы не имеем всей информации, которая необходима сейчас нам. Поэтому просим подключиться и власти, просим подключиться Киев, просим подключиться департамент образования, высказать свою точку зрения на этот вопрос. Потому что волонтеры, конечно, делают сейчас очень многое, и они говорят только о нашей группе. Но волонтеры не всегда обладают всей необходимой информацией для того, чтобы делать выводы. Ну вот, может, Дина хочет добавить. Я бы хотела добавить то, что, как Катя уже сказала, эти дети очень сложно интегрировались в новую жизнь. И сейчас мы все знаем, что дети все обычно ждут Нового года. Эти дети такие же, точно, как и наши с вами, которые ждут нас дома. И они тоже ждут этого праздника. И они ждут его в этом доме, в котором они на сегодняшний день находятся. Вырывать их и выкидывать, как щенков, на улицу. Ну, не на улицу, а в другое место, в котором они не были до сих пор. Мне кажется, это неправильно. Ну, самое главное, что хочется, чтобы подключились к этому моменту не только волонтеры, а было дано, ну и нам, в том числе, как представителям Одесской громады, разъяснение, почему это происходит настолько быстро, и есть ли этому основания. Обоснования какие-то крайние необходимости. Мы знаем, что инициирована эта акция не Одесской областной администрацией, не нашими департаментами и даже не Киевом. То есть мы знаем о том, что Луганск просит вернуть своих детей. И надо отдать должное, что господин Москаль гарантирует их безопасность и гарантирует, что там будут им даны необходимые условия. Но вместе с тем, как волонтеры, которые работают не только по Одесской области, а и по области Луганской, и мы раз в неделю отправляем... Туда большие объемы грузов. ...помощь. Мы знаем, что ситуация в этой области далека от идеальной. И хотелось бы, чтобы, конечно, рассмотрели, чтобы это не получилось так, что сейчас их увезут, а через неделю станет вопрос, так как он встал когда-то в Одесской области месяц назад, что нет света, и детям готовят еду на кострах. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что эта ситуация всеукраинская, ну и не только... Но тут мы ее пытаемся решать. ...на сегодняшний день мы этот вопрос пытаемся решать. И, повторюсь, уже в нескольких домах установлены мини-электростанции. И эта проблема решена, и будет очень обидно, если дети окажутся там, снова в ситуации негладки и какого-то дискомфорта. Вот поэтому просим помощи, просим разъяснений, просим вмешательства, да, и рассмотреть эту ситуацию, необходимо ли это делать за два дня до Нового года. Да, хотел еще сказать, что у нас... Мы уже более полтора месяца готовим очень большую акцию по поводу поздравления детских деток. И каждого ребенка в нашей группе... ...спросили, что он хочет. Мы объехали все детские дома, и каждому ребенку был задан вопрос, что он хочет, какой подарок он хочет. И к этому подключились тысячи одесситов и людей из-за границы. И мы собирались это делать очень ярко, и с Дедами Морозами, и с программами. И дети нас ждут. И вот на сегодняшний день... Ну, это не самое главное, на самом деле. Но это тоже важно, потому что все равно это дети, и они ждут праздник. И хотелось бы, чтобы... Это прошло для них здорово, и то, чтобы они, да, запомнили это, что это было хорошо. Да, и чтобы они... Хотя мы... Надо тоже отдать должное, что есть дети, которые... Это тоже нужно учитывать. То есть мы не хотим всех под одну ребенку грести. Есть дети, которые хотят вернуться домой. Но это наши дети. В первую очередь это общеукраинские дети. И взрослые должны сегодня принимать решение о целесообразности того, нужно их вернуть туда или нет. Потому что малышам здесь намного комфортнее, конечно, чем взрослым. Взрослым детям сложнее. Но мы с вами можем изменить эту ситуацию, и мы должны ими заниматься, и не бросать их на произвол судьбы. То есть вот так сегодня это нужно сделать. Кто-то решил, что так нужно. И нужно, мне кажется, вмешаться и каждого ребенка из каждого конкретного детского дома Луганской области. Ну, чтобы власти обсуждали необходимость и целесообразность его перевода. Вот, собственно, и все, что мы хотели сказать по этому поводу. Александр Николаев, Телеканал Град. Скажите, пожалуйста, каково количество детей и сирот, находящихся здесь? На самом деле их привезли больше 470 человек, но часть детей взрослых уже ушли в ПТУ. На сегодняшний день еще часть детей тоже готовится к ПТУ. Насколько я знаю, насколько я владею информацией, я пусть не вижу, кто задал вопрос, поэтому... А, простите. Вывозить будут 350 человек. Взрослые могут, опять же, написать заявление и остаться. Но там есть такая ситуация, что в одной группе могут находиться дети, двое-трое детей из одной семьи. Братья и сестры. То есть старший брат и младшие детки. И если младших будут увозить, то, естественно, старший брат, даже если он хочет остаться, он, естественно, не останется. Он будет уезжать с ними. То есть такие ситуации, такие семьи, да, и наоборот. То есть такие семьи надо рассматривать вообще отдельной категорией. А вот неизвестен возраст детей, которых в основном вывозят? У нас дети с 6 лет до 19 лет. Здесь, ну, совсем младше. До школьников у нас нет. Самые маленькие 6 лет. Дед, ну, возможно, на этот вопрос, может, вы выйдете, пожалуйста. Ну, здесь необходимо просто ваше участие. Спасибо. Хочу представиться. Прикорсанта Валюкина, департамент образовательной науки, областной госадминистрации. Хочу обратиться к каждому и немножко вернуться назад и сказать о том, что все детки приняты к нам в Одесскую область еще на оздоровление. Летом они получили комплекс оздоровительных мероприятий. И с 1 сентября именно по письму Луганской обл. администрации были зачислены наши школы-интернаты. Находятся они в 8 школах-интернатах, соответственно, с их уровнем познавательного развития. То есть по разным назовом. Детки находятся в Одесской области от 3 до 18. Детский дом у нас еще есть, в котором находятся детки дошкольного возраста. На сегодняшний день точно та же информация, точно та же ситуация. Областная администрация детская принимает детей по просьбе, по клопотанию именно Луганской обл. администрации. Хочу вам сказать о том, что ответственность за жизнь и здоровье несет именно та организация, та обл. администрация, на учете которой стоят эти дети-сероты и дети, лишенные родительской опеки. Я очень хочу обратиться к каждому и попрошу не так воспринимать эту ситуацию. Детей не вывозят. В Луганской области создано условие трех интернатов. Это Северодонецкая криминальная школа-интернат и Сватовская школа-интернат. Директору департамента образования на запрос, потому что мы не могли пойти навстречу по поводу вывоза детей, возвращения. Это не вывоз, а возвращение на их место первичного учета. Были выставлены фотографии, то есть условия. Созданы ли условия для содержания этих детей? Да, действительно, в трех интернатах созданы условия. Все эти интернаты находятся на территории, которая контролируется Украиной. То есть все, именно областная администрация, Луганская, берет на себя ответственность на жизнь и здоровье этих детей, всех наших деток. Выезжают на место первичного учета, планируется выезд, 397 детей. Это дети именно дошкольного и школьного возраста. 62 ребенка, которые учатся в ПТУ и получают профобразование, планируется оставить в Одесской области для получения профобразования. Вы знаете, на сегодняшний день мы тоже очень переживаем за этих деток, поэтому подключены и ОБСЕ работают на территории Луганской области, тоже изучают вопросы, условия, есть ли там безопасность. Потому что первое, что стоит перед департаментом образования, перед областной администрацией, это создание безопасности и именно сохранение жизни и здоровья этих деток. Это наши детки, как бы мы ни говорили о них, луганские или там с других областей, это дети украины. Поэтому как мы, так и луганская администрация несет полный ответ на этих всех мероприятий. С категории детей, которые сегодня в школах-интернатах, есть 134 ребенка, которые в этом году заканчивают 9-11 класс. Это выпускники. То есть, если в случае невозвращения их на территорию, они могут потерять право на получение образования дальнейшего. Детки, которые заканчивают 11 класс, вы знаете, что независимое тестирование уже будет проводиться в апреле. Без наличия документов, документы находятся в Луганской области. Как бы мы ни хотели защитить права и интересы детей, без документов мы не сможем защитить их право на получение дальнейшего образования. Им надо пройти тестирование независимое для получения высшего образования. То есть, детки-выпускники должны, по сути, если мы не будем иметь документов, именно оригиналов документов на этих деток, они не смогут стать независимыми тестированием. То есть, проблема вот такая. Сегодня я хочу вам сказать о том, что еще не решен вопрос, когда точно дети будут выезжать, потому что за информацией железной дороги еще не подтверждена информация, что 29-го они уже будут точно, уже есть состав, которым они будут выезжать. Пока не подтверждена информация. Планируется на такое-то число. Есть письмо главы облах администрации Луганска о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье этих детей и планируют деток вернуть на их место жительство. От Департамента образования и науки мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность подвоза детей и передачи именно законным представителям именно от Луганской администрации. И, поверьте, мы делаем все. Мы тоже, Департамент не безразличен в проблеме деток, и поэтому мы тоже ждем информацию от представителей БОБСЕ и представителей Уполномоченного по правам детей именно от той ситуации, в которой находится. Но мы очень тесно сотрудничаем с Департаментом образования Луганской. Есть от них информация о том, что созданы все условия от этих трех интернатов, где они будут принимать этих деток. Детки будут тоже обеспечены необходимым обучением именно по тем программам, которые рекомендованы каждому из них. Поэтому, если будет информация, планируется на 29-е, но подтверждение о том, что будет состав, что будет уже точно выезд, еще пока нет. Железная дорога не дала подтверждение. Скажите, пожалуйста, если документов не было, каким образом дети, которые в этом году поступили в ПДП? У нас одна девочка сдавала ЗНО, то есть проблема решилась. И вообще, провести документы, чем детей? Это первый вопрос. Если это подконтрольная территория. Можно я закончу? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если они готовятся к ЗНО, нецелесообразно ли оставить их с теми преподавателей, которые уже готовят их к ЗНО, чем перевозить в новую школу, с новыми преподавателями. Да. И я хочу, чтобы понимали все, они не едут в свои старые детские дома. Они едут совершенно в новые места. Опять они пересортируются, опять они попадают в новые места. И это колоссальный стресс. Спасибо. Ну, они не едут в чужие дома. Потому что у нас находятся в Одесской области дети, которые учились в Кременной школе, Сватовской и Свердодонецкой. Счастье находится на территории, которая сегодня... Я знаю, дети и счастье, которые у нас, они куда поедут? Они поедут в один из этих трех интернатов. Опять новый? Да. Я хочу еще раз обратить внимание, что эти дети находятся на первичном учете. Именно на первичном учете Луганской обл. администрации. И согласно законодательству, их документы должны передать опекуны, законные представители. Те, у которых дети находятся на учете, они не имеют права сегодня передать. Почему? Потому что они поступили к нам по заявлению, по клопотанию областной администрации Луганска. Поэтому у меня есть письмо, если надо, я вам покажу. И на основании такого же письма мы должны и обязуемся вернуть всех детей на свое место проживания. По поводу того, что дети... Да, большинство детей у них сегодня очень... Значит, большинство детей хотят вернуться на свою территорию. Хотят вернуться на свое место проживания. Как бы мы не... Мы понимаем, каждый из нас понимает, да, что как бы нам не было плохо, мы хотим вернуться домой. И как мы пытаемся, вы, наверное, кто был в интернатах, вы видели, что для них создаются все условия, пытаются сделать все для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Но большинство детей все равно хотят уехать к себе домой. Но они знают, что они... ...29 числа. Но есть же какая-то логика, что перед Новым годом эти дети 29 числа, когда, ну как бы все это знают, да, что готовятся для этих детей, но вот по максимуму, вот, поздравить, просто, чтобы у детей был Новый год. И дети об этом знают, именно дети сами об этом знают, что они ждут. Как это? Должно быть какое-то логическое основание для этого. Это же нужно, можно как-то объяснить, почему. Дата возвращения не зависит от Одесской областной администрации. Это решение принято именно Луганской областной администрации. Они как-то это объясняют? Ну, на самом деле, они объясняют это так, что, ну это мы сегодня утром узнали, что этот вопрос обсуждается уже давно, но не было возможности технические вывести. То есть вот как... Ответа от ИБСЕ нет еще, но дата вывоза детей установлена. Меня вот этот вопрос... По информации Луганской областной администрации, ОБСЕ согласилась с приездом детей. А мы прям в ИБСЕ видели. Вы видели, что это было? Ну, я прошу прощения. Я... Информация вот буквально каждые пять минут сегодня утром обновлялась. Я утром говорила с Николаем Кулебой. Это представитель президента по делам детей. Он... Повноважен. Да, он, насколько я поняла, он только-только вошел, вступил в полномочия. Сейчас его люди находятся там. И если будет необходимость, он готов приехать и в Одессу. Сегодня он сказал об этом. То есть они рассматривают сейчас обстановку на территории этих трех интернатов, которые предложила Луганская область для того, чтобы разместили детей. И в связи с тем, что вот пошел такой поток информации, то есть Киев тоже нас услышал, и они эту ситуацию сейчас рассматривают. И мы надеемся, что в первую очередь будут учитаны, конечно, ну, интересы детей. В первую очередь. То есть, что понятно, что здесь и политические какие-то моменты есть, и финансовые. Но в первую очередь, особенно благодаря тому, что есть какой-то резонанс, и о том, что обществу не безразлична эта ситуация, мы надеемся, что хотя бы их не будут вот дергать. Ну, давайте, ну, мы все люди. Мы мамы, мы папы. Что их хотя бы не будут дергать вот резко сейчас. И что нам, как общественности, объяснят, есть ли целесообразность вывоза детей именно сейчас, именно 29-го числа, либо есть возможность подержать их какое-то время, благодаря тому, что здесь уже, ну, созданы условия для того, чтобы они находились, ну, перезимовали хотя бы. Дело в том, что я еще раз хочу обратить внимание, что железная дорога пока не подтвердила информацию о том, что выданые преды, а вот идти состав именно по перевозке детей. То есть информация есть, подтверждение нечто. Это будет 29-го. Нужно мне, да? Да. Насколько я знаю, детей из Сватова в Одесской области нет, поскольку в Сватово никогда не велись боевые действия. Это глубокий тыл. Надо признать, что там нет перебоев ни с продуктами, ни с продуктами, ни с лекарствами. Там никогда не было боевых действий. Но из Сватова никогда не было для них родным детским домом. Которые в школе-интернате учатся детки из Сватова? Из Таханово. Из Таханово, из Сватова, из Свердодонецка. Ну, там большое, наверное, все равно в одно место. Дети, то есть их тоже вывозили? Все. Ну, те дети, которые из Сватаново, которые из Лутудина, которые из Счастья. Из Попасной. Из Попасной, да. То есть Сватова, не Сватова, не Северодонецк, не Креминаев для них тоже не являются местом, куда они хотят. То есть это опять смена детям, учителей, среды обитания и всего остального просто среди учебного. То есть насколько это правильно. Я не буду судить правильность принятых решений областной администрации, но еще раз хочу вам сказать, что эти дети находятся на первичном учете в Луганской обл. администрации. Поэтому защищают права, интересы ребенка, каждого, который есть в Луганской области, это Луганская областная администрация. Они отвечают за этих деток. И только с их разрешения, с их погоджения, с их именно... То есть у них нет никакого руководства? То есть они как себе решат, так и с этими детьми поступают? Дети у них на первичном учете, да. Они отвечают за жизнь и здоровье и обеспечат права. И второй вопрос, жилищные права, паспортизация. Сегодня очень много паспортов детей у нас требуют паспортизации, да. Сегодня в Одесской области мы этого сделать не можем, потому что это регистрация. По информации тоже Луганской областной администрации, очень много паспортов уже изготовлено, они находятся именно там. А получить можно только индивидуально. То есть мы тоже очень много департаментов писали. И на Минсоцполитике тоже мы просили именно предоставить и документы, и паспортизировать детей, но первичный учет Луганская область. Поэтому все решается на уровне области. Еще есть вопросы? Если что, у нас начинается следующий прифинг. Спасибо большое. Спасибо большое.